Команда Автопанорамы уже отправилась во Франкфурт для того, чтобы изучить все премьеры 2013 года. И уже в ближайших выпусках вы увидите самые свежие кадры из эпицентра автомобильных событий и интервью с известнейшими дизайнерами. Но с одной новинкой нам удалось познакомиться поближе еще до ее официального представления публике. Нечасто у нас появляется возможность увидеть новинку до ее официальной презентации, уж тем более до показа на крупнейшем международном автосалоне во Франкфурте. И сегодня именно тот случай. Мы увидим Мазда 3 практически первыми. Посмотрим, что же она из себя представляет, так сказать, воочию. 8 хэтчбеков новой трешки принимают участие в автопробеге Хиросима-Франкфурт и должны прибыть как раз к открытию автосалона. Машинам предстоит проехать 15 тысяч километров по территории пяти стран и более 30 городов. За рулем находятся журналисты, блогеры и поклонники Мазда 3 практически со всего мира. Одной из точек маршрута стал наш белорусский город-мир. Базирующая на фоне мирского замка шеренга японских красавиц, то покрывалась каплями дождя, то сверкала в лучах яркого солнца. И только блеск одной машины был скрыт под толстым слоем дорожной пыли. Как нам пояснили участники пробега, эта машина шла первой в колонии, ее специально не мыли с самого старта. Из чувства солидарности с трешкой некоторые участники этой экспедиции принципиально не брали в руки бритвенные станки с начала пробега. И одним из тех, кто почти за месяц ни разу не брился, был организатор экспедиции Саша Постнер, который поделился с нами своими впечатлениями. В первую очередь хочу сказать, что это действительное испытание, как для людей, так и для машин. Особенно если мы порой проезжали тысячу километров в день по разным дорогам с разным качеством покрытия. Из неприятностей был прокол колеса, еще поймали камень и повредили подвеску. Но мы быстро починили и поехали дальше. В общем, глобальных поломок не было. Конечно, мы постоянно проверяли техническое состояние машин и меняли фильтры, так как было очень пыльно. После пресс-конференции мы отправились детально изучать трешку. Внешний вид нового поколения Mazda 3 полностью соответствует фирменному стилю кода. Смотрится оригинально и стильно. В интерьере, кроме современного дизайна и функциональности, можно выделить продвинутую мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем и выходом в интернет. А также панель приборов в стиле суперкаров с большим центральным тахометром и цифровым спидометром, показания которого выводятся на проекционный экран. В Беларуси гамма двигателей будет представлена тремя бензиновыми силовыми установками объемом 1,5 литра, 1,6 и 2,0. Трансмиссии на выбор две. Механическая или автоматическая – обе шестиступенчатые. По словам представителей Mazda, конструкторы уделили особое внимание шумоизоляции и настройкам подвески, поэтому новая «тройка» стала заметно тише и комфортней. И это нам подтвердили участники пробега. По их словам, машина очень хорошо ведет себя на дороге. Даже на той части России, где асфальт лежит еще с советских времен, Mazda 3 демонстрировал достойный уровень комфорта для всех пассажиров. Да и к надежности машины участников пробега претензий не было. В качестве развлечений для гостей была организована программа в старо-белорусском стиле. Они стреляли из лука и арбалета, прыгали в мешках, ходили на средневековых лыжах. В общем, смогли в полной мере познакомиться с нашими традициями и колоритом. И, конечно, мы не могли не спросить про впечатления о Беларуси, ведь многие участники пробега были здесь впервые. Мы были впечатлены дорогами Беларуси, особенно когда пересекли границу. Дороги внезапно стали очень хорошими. В Беларуси удивительные и доброжелательные люди. И еще могу сказать, что мне очень понравилась белорусская еда. В общем, после смотри новой трешки на фоне мирского замка и развлечений, колонна двинулась дальше, чтобы, согласно расписанию, прибыть точно к открытию автосалона во Франкфурте, где мы непременно пообщаемся с шеф-дизайнером Мазда 3 Коджи Табата. И, конечно же, с нетерпением ждем появления нового поколения трешки на белорусских дорогах, чтобы познакомиться с этой японкой поближе.